Новости Каких людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. США намерены выделить полмиллиона долларов странам Балтии на борьбу с российской пропагандой. Годичная программа, направленная на обучение русскоязычных журналистов, которая продлится до 30 ноября 2016 года. Она будет включать тренинги, которые пройдут в Латвии, Литве и Эстонии. Участники программы также смогут посетить США для ознакомления отделов новостей, а также узнать о новых моделях журналистики в цифровую эпоху, сообщает «Голос Америки». У экс-президента США Джимми Картера обнаружен рак. Об этом он сам сообщил журналистам. Недавно 90-летнему политику сделали операцию на печени, после чего выяснилось, что метастазы распространились и на другие органы. Многие члены семьи Картера страдали от рака поджелудочной железы. Политик пообещал рассказать больше подробностей на следующей неделе, сообщает Европейские новости. Лукойл преодолел рубеж в 5 миллионов тонн нефти на месторождении имени Корчагина в северной части Каспийского моря. Еще пару месяцев назад Лукойл добывал на месторождении около 4,5 тысяч тонн нефти в сутки. Месторождение имени Корчагина было введено в промышленную эксплуатацию в апреле 2010 года, сообщает нефтегаз.ру. Снижение цен на золото вызвало настоящий ажиотаж в Индии. Многие жители этой страны ринулись в ювелирные магазины за подешевевшими украшениями. Стоимость золота снизилась до минимальной отметки за последние пять лет, благодаря чему ювелирные салоны увеличили продажи на 25%, только потому что цены на золото снизились. У Индии давняя любовь к золоту связана с религиозными традициями, и нынешнее снижение цены ее только укрепило. Индия является вторым по величине потребителем золота в мире. На ее долю приходится 23% мирового спроса на золотые изделия, сообщает Епронюс. 27 августа в широкий прокат выходит мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», сообщает Синодальный инфоотдел. В основе сюжета захватывающая история девочки, которая лишилась родителей в начале Великой Отечественной войны. Приключение Серафимы в воспитаннице детского дома начинается, когда она попадает в здание старинного храма. Последующие события не только помогают Серафиме раскрыть тайну гибели родных, но и меняют всю ее жизнь. Проект, над которым работали более 300 человек, создавался при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также фонда преподобного Серафима Саровского. Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране, сообщает православие.ру. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 19 августа в 1745 году родился шведский химик Юхан Ганн, первооткрыватель металлического марганца. В этот день в 1843 году родился Сайрус Коуфольд, американский богослов и автор комментариев к Библии, послужившие распространению диспенсационализма в США. В 1883 году появилась на свет Кокошанель, французский модельер, оказавший колоссальное влияние на моду 20-го столетия. Сегодня свой 69-й день рождения отмечает Билл Клинтон, 42-й президент США Демократической партии. 19 августа православный мир отмечает преображение Господня, в США проходит День авиации, а Украина празднует День пчеловода. Народная пословица гласит «Хочешь быть всегда здоров? Пчел по сей не докторов». Пчелы не только лечат, но и учат трудолюбию, об этом пишет Библия. «Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почетную работу она производит. Ее труды употребляют во здравии и цари, и простолюдины. Любима она же всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почетна». Притче 6.8. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале Ютуба, а также в популярных социальных сетях. У микрофона была Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.